Отбор на Евровидение 2018 в Украине стартует 10 февраля. Помимо других, принимать участие в национальном отборе будет молодой украинский певец Лаут. По результатам жеребьевки в первом полуфинале артист выйдет на сцену третьим. Влад, приветствую вас, спасибо, что пришли. Первый вопрос такой, до этого момента, если я не ошибаюсь, с самой большой музыкальной площадкой у вас был голос страны, верно? Верно. Сейчас это Евровидение, это огромная возможность. Что для вас в Евровидении и зачем вам это нужно? Для меня Евровидение это в первую очередь возможность, еще один этап в жизни, возможность показать свое творчество, выйти на такую большую сцену. Ну и, конечно же, впоследствии представить свою страну на конкурсе Евровидения. То есть в Португалию вы собираетесь? Конечно. Пришли побеждать? Конечно. Скажите, принять участие в Евровидении это ваше личное решение или вас кто-то подтолкнул, кто-то пригласил? У меня было желание принять участие еще в прошлом году, были другие приоритеты, другие задачи и вот уже в этом году я решился наконец на этот шаг и я действительно очень хотел уже поучаствовать. Согласитесь, что у вас есть преимущество перед другими участниками, потому что вы работаете с Игорем Тарнопольским, который в свою очередь работает с Джамалой. Джамала, как известно, победила на Евровидении. Вы чувствуете это преимущество? Вам дают советы победительница наша? Ну, я могу сказать, что поскольку Джа еще не слышала композицию, нет каких-то преимуществ перед другими участниками. Да, ну и поскольку Джа всегда объективна, она будет слушать именно песню и если ее тронет, действительно качнет, как мы говорим, тогда это будет высокий балл. А с Игорем обсуждали вообще концепцию, на что вы делаете ставку на песню, либо будет еще какое-то шоу? Ну, номер, конечно же, тоже будет сейчас в процессе работы, постановка. Ну, в первую очередь музыка, в первую очередь стиль. Вот, мы делаем ставку на саунд. Просто Игорь был на финале, на международном конкурсе. В любом случае получил какой-то опыт, видел, да, как это делали другие страны. И, возможно, вам, вас привнесет это в ваш номер. То есть концепцию вы еще так детально не обсуждали? Мы обсуждаем вот сейчас концепцию, но хочется ее как-то красиво связать с самой песней, чтобы это было и зрелищно, и в то же время имело какое-то соотношение с самой композицией. А напомните, вы уже презентовали песню для конкурса? Песню еще не презентовали, но вот в ближайшие дни будем презентовать. Можете в двух словах рассказать, какой она будет лирической или, наоборот, какой-то зажигательной? То есть о чем эта песня? Да, она будет лирической, она будет достаточно эмоциональной, напряженной. Песня называется «Waiting», то есть ожидание. Такая общечеловеческая песня об общечеловеческих проблемах, в которой я затрагиваю тему ожидания в определенных ситуациях. И хочу донести до людей, что ожидание – это еще один способ двигаться вперед. То есть не всегда нужно торопить события. Что касается конкурсной песни, да и вообще музыки вашей, вашего творчества. Вы автор музыки и текста, либо вам кто-то помогает с этим? Вы же музыкант, по званию, в семье, поколение музыкантов. Да, ну первые свои композиции были написаны, по сути, полностью мной. Естественно, с поддержкой нашего саунд-продюсера Рома Морфома. Мы работаем с ним постоянно. То есть в последнее время мы пишем треки прямо на студии, садимся и начинаем импровизировать, джемить. И так происходит, так появляются наши композиции. Вот. У нас есть также поддержка Кати Роговой, проекта «Ная», которая пишет потрясающие текста. И вот мы начали работать с ней. И очень довольны, очень рады, что в команде появился такой человек, потому что действительно она пишет потрясающий текст. Вы еще достаточно молодой артист на украинской сцене. Позвольте спросить, как сегодня выживаете с украинским артистом? За счет чего, в частности, существует ваш проект «Лауд»? Ну, я могу сказать, что «Лауд» появился совсем недавно, по сути, прошлым летом. Опять же, чья идея? Да, чья идея? Ну, это идея наша совместная вместе с Игорем Тарнопольским. Идея саунда и всего остального – это вот уже наша общая работа с саунд-продюсером. До этого у меня было очень много разных выступлений, но это были больше кавер-проекты. И вот, наконец, я решился на авторскую музыку уже, на свой сольный проект. Это совершенно другой уровень, совсем другой подход. За счет чего выживать? Достаточно тяжелый вопрос. Я думаю, должен быть в первую очередь качественный материал. Но он должен в то же время нравиться людям и не должен быть, возможно… Ну, в общем, он должен быть понятен людям, вне зависимости от стиля, и должен нравиться людям. Ну, вот так сложилось, что у нас статусность артиста определяется так же концертами, да, собираемостью зала у вас. Как с гастролями? Планируете в этом году концерты? Может, возможно, будет тур? Да, мы планируем тур. Вот после Евровидения 21 марта у нас запланирован сольный концерт, презентация в клубе «Белегитаж». После этого уже и турне, в принципе, не за горами. Уже хочется свой материал показывать всей стране. Потому что пока он в интернете, на радио и телевидении. Расскажите, как складывается ваше сотрудничество с радио? Вы формат сегодня, как вы думаете? Ну, судя по первой песне, уценить формат. Вчера зашел, как раз посмотрел на количество шазамов. Там было 39 тысяч. Я, честно говоря, был польщен. Да, песня на самом деле вообще произвела фурор, и музыка очень европейская, очень… Ну вот, опять же, я уже говорила это в этой студии, но это очень приятно, что, когда слышишь по радио композицию, сначала думаешь, что это не наши артисты, и думаешь, что это западные исполнители. А потом украинский язык, и просто… Да, да, это приятно. То есть после Евровидения жизнь не заканчивается у вас, и у вас есть какие-то глобальные музыкальные цели? А после тура, если у вас музыкальная цель вообще в жизни, какая у вас, может, мечта, если это можно назвать мечтой? Ну, задумок очень много, поскольку каждый период творчества артиста, он знаменуется каким-то, может быть, изменением стиля, новым стильным жанром композиции и так далее. Ну, не могу сказать, что есть какой-то вот такой момент, к которому я хочу прийти, это вот бесконечная работа и получение удовольствия от самого процесса. Я правильно поняла, что вы готовы петь и на украинском, и на русском, и на английском, то есть… Да, песен будет много, есть и заготовки уже и на русском, и на украинском, и на английском, конечно, пока что меньше, но поскольку я очень люблю английский язык, я постоянно тоже пишу на английском. Возвращаемся к евровидению. Что можете сказать о судьях над отбором? С кем знакомы лично, о ком слышали? Просто, если вы следили за прошлогодним отбором, а я уверена, вы следили, то вот очень жестко судьи так прям критиковали, в пух и прах некоторых артистов разносили. То есть, может, кого-то опасаетесь, какие-то переживания по поводу судей? Что думаете? Ну, мне кажется, на Евровидении судьи очень объективны, они оценивают объективно. Андрей Данилко такой достаточно резкий судья, но он тоже очень объективен, и мне кажется, лучше говорить правду, нежели скрывать какие-то моменты. Джамала, ну, без комментариев, Джамал это Джамала. Не боитесь, что вас обменят, потому что у вас есть, так сказать, свой человек? Ну, я уверен в этих комментариях, и, конечно же, это все будет. По поводу Жени Филатова, я лично с ним не знаком, я знаю, что это потрясающий музыкант, диджей, был у него как-то на концерте. Пока что, к сожалению, лично не знаком, но хотелось бы познакомиться. А как вы относитесь к тому, что вот судьи все-таки судят по себе, нравится, не нравится, да? То есть, немножко субъективизм есть, а все-таки это, ну, очень ответственный момент выбрать представителя от нашей страны. Вспоминая, опять же, прошлогодний отбор, то есть, очень много судей в большинстве своем оценивали по тому принципу, мне нравится то, что я слышу и вижу на сцене, или мне нравится, но это же может не совпадать с мнением зрителя. Вот вы субъективность эту видите в оценивании? Ну, конечно, может, вот 50 на 50 получается, это действительно может, какого-то единого мнения быть не может, и у всех свое понимание музыки. А потом еще я помню, Константин Меладзе обвинил судей, что выбрали представителя, который, ну, не очень хорошо, откровенно выступил на международном конкурсе, в первую очередь по вине якобы судей, ну, то есть, такая ответственность ложится на… Ну, тут тяжело сказать, вот как я говорю, да. Говоря о ваших конкурентах, вы вообще видите в ком-то из участников своего главного конкурента, кто это может быть, и вообще вы общаетесь, дружите, возможно, с кем-то, как вы между собой? Ну, в этом году много знакомых участников, это и Костя Дмитриев, и Сергей Бабкин, и Ингрид Костенко, много знакомых, с кем-то еще не познакомился, вот с Arise тоже недавно познакомился, ну, вот много сильных участников в моем полуфинале тоже, поэтому, да, борьба. Ожидайте борьбу. Есть ли у вас какие-то ритуалы или талисман, которые всегда там при вас, либо ритуалы, которые вы там делаете перед выходом на сцену? Вы вообще суверный человек? Ну, раньше вот были ритуалы, вот в более детском периоде, когда какие-то были конкурсы и так далее. Потом, когда это стало для меня более обыденно, да, делом жизни, работой, можно сказать. Да, и было очень много выступлений в клубах и на больших сценах, я уже как-то перестал так на это обращать внимание. Вот у меня сразу же мысль, что я выхожу на сцену, и я уже побыстрее хочу выйти на сцену и выступить, поэтому, вот, волнения как такового, в принципе, и нет. За кого бы вы отдали свой голос в национальном отборе, если были бы зрителем? Хороший вопрос. Ну, поскольку я не слышал еще композиции, я ничего не могу сказать. Если не говорить о себе, это будет слишком странно. Если бы услышал песни, то уже мог бы сказать. За Джамалу. За Джамалу, сто процентов. Что сегодня можно найти в вашем плейлисте личном? Что вы слушаете? В моем плейлисте в первую очередь можно найти Джастина Тимберлейка. Это просто, я не знаю, я его рекламирую везде, на всех эфирах. Просто, ну, я просто не могу справиться со своей любовью к его музыке. Он постоянно выпускает что-то новое. 2 февраля выходит новый альбом, я уже в предвкушении. Вот вчера вечером вышла новая песня. Для меня это вообще любимый артист. Это, наверное, на полставки у Тимберлейка. Ну, просто у него многое подчеркнуть можно. У меня был следующий вопрос. С кем бы из знаменитостей мировых вы бы хотели спеть? Ну, я так понимаю, ответ очевиден. Да, ответ очевиден. Пытались ли, вот задавались целью реализовать эту мечту конкретно? Либо вы полагаетесь на случай, что будет, возможно, он еще раз откроет Евровидение когда-нибудь в какой-то стране? Ну, возможно. Хотя пока что он будет ездить по Америке со своим турнеем. Ну, не знаю, может быть, я когда-нибудь приеду в Америку, и будет возможность познакомиться. Видите ли вы себя вне музыки? Вот чем бы вы еще, или чем занимаетесь уже? Возможно, у вас есть такое хобби, которое наравне с музыкой можно поставить. Спорт я очень люблю. Каким видом спорта занимаетесь? В детстве я занимался восточными единоборствами, вот, тайквондоу в частности. А сейчас это в основном зал и такие общие какие-то упражнения просто для поддержания своей формы, поддержания здоровья. Назовите, пожалуйста, идеальное место для вас, где бы вы хотели побывать или уже были, где вы можете расслабиться, отдохнуть. Есть ли такое место на земле? Ну, в Киеве таких мест, кстати, немало. Поскольку я очень люблю хорошо поесть, я могу прийти в какое-то хорошее заведение с хорошей кухней и там спокойно себе отдохнуть. Вот. А еще я очень люблю сладкое, поэтому для меня зайти в какую-нибудь пекарню, выпить чашечку кофе и съесть круассан, для меня это просто счастье. Это если не говорить о каких-нибудь поездках и так далее. Обыденные простые вещи, но вам приносят удовольствие тоже. Да, да, это приносит удовольствие. Назовите топ-3 факта о себе. Как бы вы себя характеризовали? Тремя словами. Целеустремленный, в меру серьезный. И, может быть, слишком люблю спать. Вот так я бы сказал. Изменилась ли ваша жизнь как-то после того, как вы приняли решение участвовать в Евровидении? Что-то поменялось? Ну, начался какой-то новый этап в моей жизни. Подготовка к Евровидению в очень серьезный период. Поэтому все сосредоточено на одной композиции, на одном выступлении, которое должно впоследствии дать возможность следующего этапа. Ну, это многое меняет в жизни каждого артиста. Если можно, эксклюзивно для наших читателей и слушателей, спеть отрывочек из вашей конкурсной песни, ну, либо любой другой песни на камеру. Ну, поскольку песня на Евро еще не вышла, я спою что-то из того, что уже вышло. Сюда, да? Не залишай мене, не відпускай мене, коли разом добре так, коли сердце бьется в такт. Не залишай мене, не відпускай мене, світ, який належит нам, я никому не віддам.